Сейчас немного расскажу про парад Ненотов в этом году. Этот парад это часть праздника Лас-Файлс, который каждый год проводится весной в марте в Валенсии. И вот какие темы волнует общество в этом году. Туризм лоу-кост. Вот такие вот пародийные персонажи встречаются летом в курортных местах Валенсии. И в том числе и таким персонажам будут посвящены огромные скульптуры, которые скоро будут установлены на всех площадях города. А вот и житель Валенсии, обладатель туристических квартир, в которых могут жить вышеупомянутые персонажи. И да, среди туристов есть любители нырять с балкона в бассейн. Как говорится, если уж отрываться, то по полной программе. А следующее шествие посвящается пляжному отдыху. Вот бар пляжный проехал, и старушки-веселушки на своих колясочках электрических. О, это мои любители пляжа, ура! Скорее бы уже море потеплело. Любители пляжа, конечно же. Эти мужчинки в красных плавочках изображают спасателей. И музычка у них такая веселая была. Ютуб мне ее заблокировал. Вот какие-то люди-бабочки. Не знаю, к чему они. Может, потом увижу каких-то ненотов на эту тему и пойму, о чем это шествие. Однако очень разноцветные и счастливые бабочки. И вот на машине едет девочка тоже бабочка. Ну ладно, может, потом разберусь, к чему это. А, это процессия с каким-то явно траурным оттенком. Девушки с традиционными прическами, но вместо традиционных нарядов они в черных трико и с черными веерами. А тема следующего шествия – это экология. Действительно, она звучит очень сильно во многих городах Испании, особенно крупных. И Валенсия, несмотря на то, что она находится возле моря, здесь часто ветер. Но качество воздуха, если смотреть в приложение «Погода», здесь не очень хорошее часто. Именно в городе. Избыток пластиковой посуды, конечно, беспокоит весь мир. А вот Валенсия идет ко дну. И обратите внимание, что тонут на ней люди в костюмах, чиновники, наверное, какие-то. Кстати, все эти процессии, они участвуют в конкурсе. Есть специальная номинация «Критика». А в начале этого шествия было написано «Воздушный пузырь на рынке недвижимости». Вот лично мне бы хотелось, чтобы он лопал поскорее и цены на недвижимость в Испании снизились. Картонные лошадки в кроссовках проскакали. Довольно часто можно встретить фермеров, которые на лошадях и на повозке везут какое-нибудь сельскохозяйственное добро. Дальше, я так думаю, преподносится тема моря. Вот тема чистой воды эти девушки в красивых белоснебных платьях. Развеселые медузы. Очень они на настроение подняли. Такие девушки веселые. И рядом со мной стояла, видимо, их подружка, которая не участвовала в шести. Они так тепло и весело с ней здоровались, приветствовали друг у друга. И вот люди несут этот плакат с названием «Сообщество», которое создает одну из скульптур. И, видимо, она будет посвящена искусственному интеллекту. Обратите внимание на девочек в металлических костюмах. Наверное, искусственный интеллект так представляет в линейские традиционные костюмы. У этой группы была вывеска «Парикмахерская». И следующее шествие «Пим-пам-пум». Музыка. Девочки в виде скрипичных ключиков едут на самокатах. Дальше идут дети-меты. И следующая группа – это уличные духовые оркестры. Очень распространены в Испании. Электронная музыка, создаваемая диджеями. Так, здесь я понимаю политическая тема. Обеденный стол для двух политиков. Сантьяго Аббаскада и Педро Санчес. И дальше «Москлета». Это такое пиротехническое шоу. Очень громко. И вот это как раз эти хлопушечки, которые громко взрываются во время «Москлеты». И здесь тоже символическое представление «Москлеты». Это музыка, которая является гимном Лас-Файс. Девушка Файера, которая поджигает первую петарду. А следующее шествие посвящено художникам праздника Лас-Файс. Дети в виде тюбиков с краской цветной подходят к зрителям и как бы раскрашивают их, как скульптуры, которые скоро мы увидим на улицах и площадях города. Конечно же, создание скульптур не обходится без 3D-принтеров. И возможно, что идея для своих скульптур создателям помогает придумать искусственный интеллект. А эта композиция рассказывает об основных составляющих праздника. Это фигура, музыка, парикмахерская, наряды, пиротехника и художники. А дальше идет тратная процессия с гробом, в котором хоронят искусственный интеллект. Чем этот интеллект им не угодил? Лично я, например, уже чаще обращаюсь к чату GPT, КПТ, как его тут называют, а не к гуглу. Непонятно. И вот это, наверное, продолжение этой процессии. Ну, не знаю, мне нравится искусственный интеллект. Мне густо. Интеллигентия артифизиаль. Следующая группа идет под песню Нина Браво «Один поцелуй, один цветок». О, две Испании благотворительные убежали. Это строители. А дальше едет в лабораторию. Что это? Новое открытие? Дальше кавалькада под названием «Либрия и свобода». И идет такая вся. Ну вот, Англия вышла из ЕС. Хочешь – входи, хочешь – выходи. И никто не бомбит Великобританию ракетами за то, что она хочет быть отдельной. Прошли солнце, луна, земля, вулкан, какая-то Марианская впадина. Что это? Пока не могу угадать. А вот тема войны. Вот эти вот звуки, как выстрелы, это случайно совершенно совпало с моментом, когда у меня проходит эта демонстрация против войны. А петарды – это прям атрибут этого праздника. Без конца и взрывает. На протяжении двух-трех недель. О, чтоб. А это, видимо, как бы разгоняют антивоенную демонстрацию. Так что? И следующая демонстрация – это будет мой дом. Люди несут макеты домов. Разнообразных. А дальше несут плакаты. Ну, я так понимаю, что здесь протест против высоких цен на аренду. Жилья и коммунальные платежи. Игровые кубики в шестой прижиме. Это, наверное, ставки по ипотеке, как игра. Как раз вот эти дамы связаны по рукам ипотекой. А эти всем раздают фальшивые евро пятисотки. За ними едет фигура, которая выиграла вторую премию. А дальше шествие «Я тебя люблю, я тебя люблю». И тут мы видим, ой, мы видим какие-то в некоторых странах запрещенные символики. Это семья. Два папы, четыре дочки. В коляске надпись «Семья». И фигура, которая выиграла третью премию. Оказывается, они тоже участвуют здесь в этом шествии. И следующее шествие называется «Моя земля». А это, видимо, тоже премиальный ненот. Котик сидит на кастрюле, которая стоит на огне. Дальше плакат «Изготовление и уничтожение. Работа Маталафера». Это раньше был такой человек, который приходил в богатые дома и переделывал шерстяные матрасы. Это отсылка к нашумевшей истории, когда переделали главную улицу Лаленсии Колонн. А теперь ее переделывают обратно. Ангелочки и чертята. Добро и зло в одном. Справа ангел, слева черт. Ну, в этом неноте ничего особенного. Восемь дел одновременно. Вот мне бы восемь рук. Это старушки, которые не могут теперь гулять по колонну, потому что не могут из реконструкции доехать до него. Самокатчик, обе шлема и в наушниках. И-нибудь еще в своих темных очках сигнал с автофора не разбирает. Честно, я их очень боюсь. Это комары какие-то. Я не знаю, как и с бабочками. О чем это? А, стоп, это, наверное, специальные службы с ними вести борьбу должны. Уничтожать. И на полкате обращение к насекомым, к рыбнам. Зачем вы идете к нам? Интересно, что в одном строю с этими тараканами и мышами полицейские. Правда, зачем вы идете к нам, полицейские? Зачем? Вот зачем? Скажите. А парочка в халатах позирует и что-то про тараканов кричит. Я не поняла, что. А на плакате перед этой процессией написано «Инсектициды для правительства, а оружие для огорода». Вот как хотите, так и понимаете. И снова тема моталаферов. Реконструкция центрального парка сейчас идет полным ходом. Строительство стадиона «Месталия» нового стадиона. Реконструкция вокзала. И на первом плакате написано «Это маяк или не маяк?». Видимо, еще и реконструкция порта Валенсии намечается. А такая была исключительная часть парад-анимутов. Жаль, что мне не удалось снять самое начало этого парада. Но ничего, деревья объятнее-объятнее. Субтитры создавал DimaTorzok